Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На новом стенде, который должны сдать в апреле, тестировали двигатель НКС. Об этом не без гордости рассказывает директор завода ПАО Кузнецов Николай Якушин на отчетно-выборной конференции Самарского отделения Союза машиностроителей России. Сам этот факт, уверен топ-менеджер, говорит о том, что российский оборонпром в хорошей форме. Данная защита подтвердила, что конструкторское бюро на нашем предприятии есть, и оно способно решать грандиозные задачи. Это та самая ключевая задача с точки зрения обороны строителей как таковой. Самарское рекотделение Союза машиностроителей готовится к четвертой отчетно-выборной конференции уже российского уровня. Директора предприятий, представители власти подводят итоги работы отрасли за минувший год. В целом ситуации позитивные. Большинство секторов чувствует себя хорошо, лучше, чем было ранее. Дает рост, например, металлургия, переработка металла 13%. Наши предприятия оборонной промышленности дают рост, по прошлому году было 27%, 25 точнее процентов. Сейчас они растут примерно такими же темпами первые два месяца. Ну и многие другие предприятия дают рост, в том числе сельхозмашиностроения. В Самарском рекотделении отмечают, обсуждение многих проблем стало возможным вынести на федеральный уровень благодаря инициативе губернатора. В частности, удалось продлить программу субсидирования производителей сельхозтехники. Был уникальный опыт, который реализован два года назад. Это закон 1432, по которому выдавались субсидии производителям отечественной сельхозтехники. Благодаря этому в прошлом году наши производители тракторов, комбайнов значительно увеличили, практически на 30% объема выпуска. С учетом программы импортозамещений машиностроительный комплекс Самарского региона должен выйти на новый уровень, уверенно собравшиеся, и областные власти готовы этому содействовать. Олег Зверев, Марина Матвейшина, Константин Головин. События. Самое яблочко. Стрелок, который целый месяц не давал спокойно жить своим соседям, задержан. После выхода сюжета нашей телекомпании. Трагедия чуть было не случилась в Куйбышевском районе Самары. Неизвестный обстреливал окна квартир, машины и даже людей. И оставался на свободе. Теперь он фигурант уголовного дела, и ему грозит срок. Наши корреспонденты восстановили цепь событий. Жители Куйбышевского района, наконец, вздохнули с облегчением. Время, когда по утрам они подсчитывали убытки, причиненные неизвестным стрелком их собственности, осталось позади. На хулиганы не раз писали заявление участковому. Но тот, ссылаясь на незначительный материальный ущерб, в возбуждении уголовного дела отказывал. Тогда с просьбой о помощи жители обратились в прокуратуру и позвонили в нашу телекомпанию. После выхода сюжета в эфир стрелок был найден. Вот вы знаете, вот теперь уже мы ходим и думаем, что никто пульку на нас не пустит. Вы понимаете? Это здорово. Спасибо вам. Дай бог вам здоровья, счастья, удачи. Ну вот, что в жизни прекрасное есть, пусть все у вас будет. Любовь Янаева стрелка забудет не скоро. В память о нем в окнах ее квартиры зияют шесть пулевых отверстий. Спасибо, конечно, вашей телекомпании, что вы все это осветили, что, как говорится, довели до людей нашу проблему. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо. Хулиганом оказался 20-летний житель дома напротив. По предварительным данным, здесь он снимал квартиру. Полицейские обнаружили у него дома пневматическую винтовку. В содеянном подозреваемый сознался. На стрелка завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Сотрудники полиции провели осмотр мест происшествия. В ходе работы на местах происшествия определили примерную траекторию стрельбы. Определили квартиру, из которой, предположительно, производились выстрелы. В ходе осмотра квартиры полицейские изъяли пневматическую винтовку. Любовь Янаева на этой неделе пойдет в РОВД давать показания. Женщина намерена требовать материальную компенсацию и справедливого наказания для нарушителя. Человек должен ответить по закону. Только то, что в рамках закона, и более ничего. Это как так взять и просто весь двор держать в напряжении в течение месяца. Это шуму непостижимо. Ну, посмотрим. Вот пойдем в РОВД, все это будем смотреть. С ним, может, поговорим, если нам удастся. Если суд признает молодого человека виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Виктория Шарая, Алина Чемерес, Константин Головин. События. И снова с твердой почвой под ногами провал грунта у жилого дома на улице Авроры полностью ликвидировали. 15-метровую яму засыпали землей и гравием. Потребовалось 26 камазов грунта в общей сложности около 250 кубометров. Напомню, 24 марта рядом с домом номер 20 просел грунт. Жители временно разместили в ближайшей школе. Для них организовали горячее питание. Все городские службы МЧС работали в экстренном режиме. Ситуация была под контролем с первых минут происшествия. Сейчас проводят исследование грунта, чтобы установить причины провала. Никаких других разрушений на месте не происходит. Дом номер 20 на Авроре не аварийный, а решение о его состоянии примут по результатам обследования. Пока здание отключили от воды, света и газа, как только его признают безопасным для проживания, люди смогут вернуться в свои квартиры. Окончание работ запланировано на конец этой недели. Включили в работу СКС, жил лидер. Значит, грунт нашли. Тут же начали работать в данной ситуации все. И ситуацию, которая была на грани хозмажора, ее прошли. Работал район, работал город в этом вопросе. Почти 400 преступлений, в основном это кражи, за прошлый год в Самаре совершили подростки. Цифры озвучили в городской администрации на комиссии по делам несовершеннолетних, которую провел глава Самары Легфурсов. Специалисты считают, родители и учителя должны больше внимания уделять подросткам. Что касается средств на занятость несовершеннолетних, то их, считают специалисты из бюджетов всех уровней, вполне достаточно. Главное найти им правильное применение, а именно направить на организацию досуга детей. Это могут быть всевозможные виды спорта, клубы и секции. А также работа, которая не только позволит занять свободное время, но и улучшит материальное положение семьи подростка. Договоренность о выделении квоты для этих детей уже есть. У каждого ребенка нужно увлечь. Кого-то трудом, кого-то, так сказать, работая, или на работе занятием в секции спортивной. Это наши граждане, которые должны стать полноценными горожанами. Для этого нужно приложить серьезные усилия. Самара делегировала трех знаменитостей послами чемпионата мира по футболу 2018. Настой теме стали космонавт Олег Каноненко, артист Сергей Войтенко и олимпийский чемпион подзюдо Тагир Хайбулаев. Новость сегодняшнего дня. У спортсмена, кстати, сегодня была насыщенная программа. Он подписал трехстороннее соглашение с организаторами чемпионата мира, побывал на тренировочной базе крыльев советов, где поучаствовал в футбольном мастер-классе, и посетил музей самарского футбола. Об этом и о других спортивных новостях расскажет Сергей Кизоркин. Новокубышевская спортсменка выиграла чемпионат России по пауэрлифтингу. Посол чемпионата мира по футболу посетил музей самарского футбола. Олимпийский чемпион подзюдо Тагир Хайбулаев, ставший третьим послом чемпионата мира по футболу 2018, впервые познакомился с экспозицией истории музея самарского футбола. Хотя, рассказывает, давно болеть закрыли советов. Один из бывших тренеров команды Гаджи-Гаджи – вдруг его семьи. В свободное время Тагир не только приходит на металлург болеть за крылья, но и сам не прочь погонять с друзьями в футбол. Когда ему предложили стать послом чемпионата мира 2018 года, олимпионик согласился, не раздумывая. Быть послом, продвигать эту идею спорта вообще. Ну и свой город, то, что здесь у нас будет чемпионат мира. Популяризировать это событие для меня, конечно, тоже приятно. Как спортсмену, ведущему здоровый образ жизни и людей притягивать к этому. Анна Рыжкова из Новокубышевска – самая сильная девушка России. В Тюмени она стала чемпионкой страны по пауэрлифтингу. В весовой категории до 57 килограммов в штангу поднимали 10 девушек. Рыжкова в приседании взяла 205, в джиме лежа – 137,5, в становой тяге – 190 килограммов. В итоге по сумме троеборья она набрала 535,5 баллов. Спортсменка из Иркутска, ставшая второй, подняла на 13,5 килограммов меньше. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Победить сильнейший в Самаре продолжается негласное состязание между трамваями последних поколений. Город к чемпионату мира по футболу должен обновить транспортный парк. Осталось выбрать лучшую модель. Тестирование закончил шедевр белорусского машиностроения «Трамвай Метелица». Как он показал себя на практике, о плюсах и минусах объективно расскажет Марина Матвейшина. Не прощаемся, но говорим до свидания. «Трамвай Метелица» закончил тестирование в Самаре. Это первый трехсекционный вагон, который испытывали на прочность в городе с июля прошлого года. «Было удивление и восхищение. Был, конечно, вопрос в том плане, кто будет достоин сесть на такой вагон и управлять этим вагоном. Управление, конечно, отличается». «Чудо-трамвай» стал настоящим событием не только для сотрудников ТТУ, но и для всех горожан. Многие садились в него из любопытства, чтобы прокатиться на необычном для Самары вагоне. В трамвайно-троллейбусном управлении рассказывают, выручка от продажи билетов в Метелице в несколько раз больше, чем в обычном вагоне. Низкий уровень пола, красивый внешний вид, теплая атмосфера и самые удобные сиденья. Это то, за что трамвай полюбился самарцам. И все зафиксировано в специальной книге отзывов. Сюда самарцы могли написать все свои впечатления. Во время испытаний выявились и минусы вагона. В час пик кондукторам трудно передвигаться по салону. Слишком узкий проход между сиденьями. Но производители говорят, что и эту проблему решат без труда. В Самаре мы будем предлагать различные варианты планировки пассажирских салонов. Расстановки сидений 2 плюс 1 и так далее. Но это мы согласуем уже непосредственно, когда будем выходить на тендер. Самара – второй город после Москвы, где Метелица прошла испытание. Пока нигде в России белорусские вагоны не эксплуатируются. В столице трамвай получил приз зрительских симпатий. В самарском ТТУ с выводами не спешат. Сравнить будет, с чем на линию вышел еще один трехсекционный вагон Усть-Катавского завода. И уже на пути в Самару еще одна модель с завода Екатеринбурга. Трехсекционные вагоны тестируются в рамках программы обновления пассажирского транспорта к Чемпионату мира по футболу. По итогам испытаний город выберет лучшую модель. Марина Матвеевична, Константин Головин. События. Флэшмобом и парадом самарские ученики проложат дорогу в космос. Проект, посвященный 55-летию первого полета Гагарина, стартовал во всех школу города. Это встреча с конструкторами космических кораблей, интерактивные игры, квесты, конкурсы рисунков и научно-практические конференции. Об этом стало известно на брифинге главы Департамента образования Самары Лилии Галузиной, организованной в Самарской газете. 4 апреля череду праздничных событий откроет встреча и дискуссия в Аэрокосмическом университете. Ее участниками станут представители звездного десанта, старшеклассники, побывавшие на Байконуре. 8 апреля торжественное собрание пройдет уже в Доме культуры имени Литвинова, где соберутся ученые, школьники, студенты. Они представят свои исследования в области космонавтики. Ну а 12 апреля у музея Самары Космическое пройдут флешмоб, спортивные соревнования, споет большой детский хор. Изюминкой станет своеобразное послание потомкам от нынешних школьников. Его положат в капсулу в виде космического корабля и будут хранить музеи до 61-го года. Мы бы хотели, чтобы все эти мероприятия в итоге дали бы детям не только представление о том, что такое космос и что такое дорога в космос, но и о том, какие возможности открываются для них, для их будущего, для их профессионального самоопределения в родном городе, поскольку тесно связан наш город и космос. Далее, коротко о других темах дня. Ракету «Союз-2.1А» производства РКЦ «Прогресс» с космическим грузовиком запустят с Байконура 31 марта. Корабль новой модификации доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонн различных грузов, в том числе топливо, воздух, продукты питания, оборудование для поддержания работы станции и посылки членам экипажа. Четырехполосная дорога появится в границах улиц Новосадовой, проспекта Масленникова, автобусного проезда и Луначарского. Администрация Октябрьского района Самары проведет публичные слушания по проекту планировки и межевания территории. Проект новой дороги уже готов, планируется начать работы в 2016-м и завершить их за год. В Самарской области из аварийных домов переселят еще 6,5 тысяч человек. Для этих целей из фонда ЖКХ региону выделят почти 900 миллионов рублей. Еще 2 миллиарда 800 миллионов рублей на решение проблемы ветхого жилья направят из местного бюджета. Финансовую поддержку Самарской области окажут в рамках заключительного этапа программы переселения граждан из аварийного жилфонда. Деньги потратят на переезд жителей в 18 муниципальных образованиях региона. Кирпичная стена обрушилась на припаркованные автомобили в Сызрани. Инцидент произошел возле проходной завода «Тяжмаш» на автомобильной стоянке. Рухнувшие кирпичи повредили два автомобиля. У ВАЗ-2114 и Лада Калины помят кузов и разбиты стекла. Автомобили принадлежат работникам завода. Из Самары, в Уфу и Саратов на Дневном экспрессе туристический поезд свяжет три города. В конце мая отправится первый поезд. Предполагается, что Дневной экспресс составит конкуренцию автобусам. Стоимость проезда составит от 500 до 650 рублей в зимний период и около 700 рублей летом. Комфортабельные вагоны будут украшены фотографиями достопримечательностей Уфы, Самары и Саратова. В Самаре готовится к генеральной уборке. Несмотря на то, что первый месяц весны подошел к концу, снега в городе еще хватает, особенно во дворах. Чтобы таяние сугробов не привело к подтоплению, дворники вооружились лопатами. На сленге работников ЖКХ эта процедура называется «ворошение снега». А вот как она выглядит на практике, покажет Марина Матвейшина. Несмотря на то, что ворошить снег кажется делом легким и даже забавным, на самом деле это физически тяжелая работа. Нужно не просто разворошить снег, нужно расколоть лед и раскидать его по периметру, чтобы солнце быстрее растопило сугроб. Когда снега очень много и он сильно смерзся, лопатой не справится. В бой вступает тяжелая артиллерия. Все, кто видел тракториста Александра Качкана в деле, слагают о нем настоящие легенды. Будто и сугроб разворошит, не сломав ни одного кустика на газоне. И тончайший лед с асфальта ковшом снимет, не задев самого асфальта. И развернется виртуозно в заставленном машинами дворе, не задев ни одной из них. И самое удивительное, все правда. Все нужно рассчитывать. В миллиметрах, не то что в сантиметрах, в миллиметрах. Вот между машинами, когда едешь, там уже стараешься рассчитать талант. Ну, талант, как говорится, не проплешь, не втеряешь и сидит за привату. Если зимой в приоритете у дворников и водителей снегоуборочной техники были дороги во дворах и дорожки к подъездам, то сейчас особое внимание отмосткам. Это асфальтовые полоски по периметру здания. Отмостки хоть и ходят коп в общее имущество дома, но содержание постоянному в зимний период времени не подлежат. Но в весенний период времени требуется очистка отмосток в связи с тем, чтобы не происходило подтопление подвального помещения и, собственно говоря, не происходило разрушение асфальтового полотна отмостки. Успеть очистить отмостки от снега нужно раньше, чем это сделает солнце. А потому для дворников определили очень сжатые сроки. Уже в первых числах апреля все должно быть чисто. Сейчас у управляющих организаций, конечно, жаркая пора. То есть максимально все силы, которые есть в наличии и по дворникам, и по технике, они мобилизованы. Если говорить в целом по городу, то это те же самые люди, которые вели уборку в зимний период, уборку от снега. Это порядка 2400 человек. Каждый день работу дворников инспектируют сразу три комиссии. Районные власти, городские и городская административно-техническая инспекция. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков, События. В Театре оперы и балета прошел ежегодный благотворительный аукцион «Самарский». В пятый раз его проводит фонд «Радость». На этот раз к мероприятию присоединились и жители Крыма. В качестве лотов были выставлены 50 работ известных художников. Материал Инессы Панченко. Виновские пейзажи вдохновили не одно творческое сердце. Минувшей осенью 20 художников из Крыма, Москвы и Самары провели пленэр на Волжских берегах. То, что мы можем поучаствовать в этом художнике, внести какую-то свою лепту, я считаю, это лишь капелька в море. И хотя бы ее приложить, помочь этим людям в святом деле. Нынешний аукцион юбилейный, пятый по счету. Вырученные средства традиционно идут на поддержку детей-сирот, приемных семей, экстренную помощь больным. Ни одно государство, даже самое богатое и самое развитое в мире, не обходится при лечении детских онкологически больных детей без благотворителей. Потому что много сопутствующих расходов, много вторичных инфекций, которые неожиданно возникают, и нужно какие-то срочно закупить лекарства. 17 тысяч рублей раз, 17 тысяч рублей два. Нехорошо останавливаться на достигнутом. 17 тысяч рублей три. Продано. Участники аукциона не только крупные бизнесмены и политики. Самарский в пятый раз объединяет всех, кому небезразлична чужая боль. Благотворительный фонд «Радость» – постоянный партнер правительства Самарской области. Более 10 проектов реализуются совместно с профильными министерствами. Сейчас идет подготовка к фестивалю детей-сирот вместе с Министерством культуры. Поскольку это еще и благотворительный конкурс, тем более это ценно, потому что касается и детей с ограниченными возможностями здоровья, что не всегда удается нам в рамках наших учреждений делать. Поэтому работаем. Спасибо фонду «Радость» будем помогать. Итоги юбилейного благотворительного аукциона превзошли ожидания организаторов. В течение часа были проданы 50 картин. На благотворительную помощь собрано 3 миллиона 700 тысяч рублей. Инна Сапанченко, Алексей Золотенков, События. От благотворительности к реальной экономике сегодня произошла новая схватка между долларом и рублем. Кто победил, знает наш экономический обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Пользуясь слабеющей нефтью, баррель Brent упал до 39 долларов 93 центов. Доллар давит рубль. И у него, к сожалению, получается. На 30 марта Центробанк установил курс доллара США на отметке 68 рублей 75 копеек. Курс евро 76 рублей 86 копеек. Золото стоит 2688 рублей за грамм. Серебро стоит 33 рубля 29 копеек за грамм. UBS прогнозирует, что рублевое ралли закончилось. И в ближайшие три месяца национальная валюта снова вернется к отметке 73 рубля за доллар. А новый виток кризиса может породить Китай, в экономике которого назрел большой долговой пузырь. На сегодня это все. Удачи в делах. Театральные страсти разгорелись на вручении премии «Самарская театральная муза». В доме актера собрались представители всех подмостков губернии. Каждый надеялся на победу, но муза досталась только самым лучшим. По версии жюри. С лауреатами встретилась Марианна Мирная. Правда не ожидала, но на всякий случай нарядилась. Актриса театра камерная сцена Лариса Липунова не скрывает радости. Первая в ее жизни театральная премия «Самарская театральная муза» нашла свою героиню. Заветную статуэтку актриса получила за роль Любы в спектакле «Возвращение по Платонову». Лариса помнит тот день, когда жюри пришло на просмотр. «Все так суетились, суетились. А у меня как-то было, ну, не знаю, не было какого-то такого, что «Ах, ах, как же так, как же так, надо, наверное, получше, надо еще что-то». Я просто какое-то время забыла, что они в зале и отдалась в процесс. Церемония вручения «Самарской театральной муза» – это праздник жизни. Они традиционно посещают не только актеры, работники театров и зрители, но и представители властей. Глава «Самары» Олег Фурсов вскрывает секретный конверт. В нем имя актрисы – победительница в номинации «Лучшая женская работа второго плана» в музыкальном театре. Это Юлия Макарова за партию «Полины» в «Пиковой даме». Ваш праздник, ваш конкурс способствует тому, чтобы самарские таланты или таланты, которые приехали в Самару, могли развиваться, могли демонстрировать свои навыки, свой профессионализм, сравнивать себя с другими территориями, с другими артистами и дарить нам искусство. «Самарская театральная муза» живет уже 21 год. Каждый раз члены жюри выбирают лучшую актрису актера в музыкальном, драматическом и кукольном театрах. У жюри есть два спецприза, где они имеют право сочинить ту или другую номинацию, если они увидели, что она существует. И увидели, и существует. Лучшим спектаклем 2015 года был признан «Корабль дураков» театра студии «Грань» из Новокуйбышевска. Мариана Мирная, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok